Чудесного дня всем! Сегодняшнее видео будет посвящено небольшому продвижению в отшиве моих подсолнухов на черной конве от фирмы Риолис. Мне очень нравится вышивать на черной конве, и я с удовольствием вышла бы эту работу за ближайшие несколько часов. В течение суток, наверное, все было бы готово, настолько мне нравится вышивать на черной конве. Единственная загрузка в том, что часть времени я провожу на даче, и я вынуждена заниматься какими-то дачными делами, и вышивка сейчас отходит на второй план. Самое замечательное в этом всем, то, что я могу вам показать, даже небольшое продвижение вышивки на даче в окружении всех цветов, которые сцвели в этой весной у меня на даче. И нарциссы, и тюльпаны, и самое главное в центре всего этого цветочного многообразия, та вышивка, которой я сейчас занимаюсь. В принципе, здесь небольшой сюжет, всего три цветочка, и, в принципе, я думаю, все это отошьется быстро. И обязательно покажу вам, как все будет уже в отшитом варианте. Ну, сейчас мне нравится выкладывать поэтапные результаты, то, что у меня вот на данный момент отшито. Хочется это тоже все запечатлеть, показать. Цена в этом году холодная, затяжная, поэтому некоторые цветы цветут на пару недель позже, чем обычно. И в конце мая, в начале июня, вот у нас все еще цветут и нарциссы, и тюльпаны, а белая сирень так и не начинала еще цвести. Хотя именно в это время сирень у нас должна во все уже цвести. Очень красивое сочетание нарциссы и подсолнухи. Никогда не думала, что эти цветы так прекрасно миксуются, но посмотрите, как они чудесно на кадре вместе. Начала отшивать снизу подсолнухи. Первоначально у меня была идея отшивать именно сверху цветы сами отшить, а потом уже вниз спуститься к листочкам, стебелечкам. Но дело в том, что легче рассчитать, откуда начинать, с краю сколько оставить, из боков клеточек. Вот именно когда идешь снизу, удобнее. Потому что подсолнух верхний расположен здесь чуть-чуть не посередине канвы, а чуть-чуть уходит вправо. А стебельки подсолнуха именно строго по центру. Поэтому легче всего определить центр канвы и начать снизу движение, подниматься. Отшиви этих подсолнухов. Вот я и начала отшивать снизу. Стояли тут не только холодные, но и дождливые дни. Поэтому сфотографировать и снять на видео вышивку было немножко сложно, поскольку все было мокрое, сырое. Но вот каким-то чудом мне повезло. Некоторое время было солнечно и сухо. И я могла расположить свою вышивку. И без опасения, что сверху будет лить бесконечный дождь. И расположив вышивку, я смогла все это снять, сфотографировать и показать вам. Большое спасибо, что посмотрели это короткое видео. Всем чудесного начала лета и вообще лета чудесного. На этом все. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok